Вы всё ещё слушаете CD? Тогда добро пожаловать в четвёртый эпизод сериала о том, как я пытаюсь построить идеальную стереосистему. Ничто, кажется, в последние годы не имело такой сложной судьбы в аудиофильском мире, как участь компакт-дисков. С одной стороны, их наотмашь бьёт виниловый ренессанс, а с другой – хайрезы и стриминг. Кажется, что в аудиофильском мире не остаётся места для компакт-диска. И именно сейчас, наконец, я завёл себе хороший, практически ультимативный для себя сидюшник. Ничто, кажется, не давалось мне так сложно, как выбор проигрывателя для формата, стремительно снижающего свою популярность. Но на самом деле, на мой взгляд, компакт-диск сегодня – это чуть ли не самый классный формат, потому что это самый дешёвый физический носитель на рынке. И как ни крути, он заметно интереснее для составления коллекции, чем избранная на стримингах. Я сейчас даже не пытаюсь там составлять коллекцию, потому что за последний год-полтора я просто несколько аккаунтов сменил, а переносить всё туда-сюда у меня просто нет никакого желания. Я не готов тратить своё время на это. Кроме того, я 46-летний человек, который вырос в основном на музыке 90-х и 2000-х, и очень многое из того, что я по-настоящему ценю в музыке, выходило только на компакт-дисках. Конечно, я что-то собираю и на виниле, но фактически компакт-диск для определённой части музыки – это единственный качественный физический носитель сегодня. До этого момента я пользовался винтажным CD-плеером Pioneer PD90X, вот этим. Это флагманский сидюк компании Pioneer в линейке 1986 года. Он очень певучий, сладкоголосый, но, к сожалению, не может конкурировать по разрешению и утончённости с современными устройствами. Всё-таки электроника ушла далеко вперёд за эти годы. Кроме того, он уже очень компризный, не всегда хочет включать воспроизведение или спустя 15 минут начинает глючить. В общем, ему уже давно пора на пенсию и в музей. Избавляться от него я, конечно, не буду, просто поставлю его куда-то мебелью, чтобы глаз радовал. Так что же пришло ему на смену? Я подумал, что раз уж пытаться сегодня слушать компакт-диски, то надо делать это на максималках, насколько это мне доступно. В общем, я подошёл к вопросу максимально радикально и взял раздельный CD-транспорт и ЦАП французской компании Metronome. Так что я тут убиваю сразу двух зайцев. Получаю вертушку для компакт-дисков и превосходный ЦАП для всей остальной системы. Почему Metronome? На самом деле, они мне нравятся очень давно. То, как эти французы строят свои девайсы, и их философия просто покорили меня. Основатель компании Доминик Гене говорит, что основная цель их компании – производить девайсы, при прослушивании которых вы забываете, что слушаете цифру. И это чистая правда. Метроном максимально аналогово звучат, если так вообще можно выразиться. Но именно эта фраза наиболее наглядно характеризует звук этих компонентов. Ну что, давайте распакуем их сначала. Экспириенс французской распаковки. Сейчас под крышкой прячется. Первые бонусы пошли. Это, ребята, ножки магнитные. Интересно. Кабель сетевой. Ну, по виду обычный. Может, доставать не будем. А, а эта штука... Так, что-то еще лежит. О, пультец! Пультец! Вот и он. Для клеер. Ох, как у него вот эта вкусная штука работает. Здесь магниты срабатывают. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у него сзади. СПДИФ, АЕС, ЕБУ, сервисный USB, тумблер питания и шина. А, и с QRD с HDMI разъемом, по которой нужно соединять его с ЦАПом. У него нет аналоговых выходов, это же транспорт чистый. У него вот есть три варианта. Ну что ж, отлично. Сейчас посмотрим, что в ЦАПе у нас. Все довольно минималистично, да? Какой же он красавец! Толстенная плита. Сенсорные кнопки и экран. Давайте посмотрим, что сзади. Сзади целая россыпь. Так, а есть QRD, собственно, да? Который будет соединять его с транспортом. Тотслинк оптический, USB обычный. Можно подключить сюда комп, например, или что-то еще. СПДИФ, АЕС, ЕБУ. Вот и выходы. Хорошие на хороших разъемах. РСЕ и балансные. Да, и три точки крепления. Ну-ка, интересно посмотреть. Что же тут? Вот так это все выглядит. Не будет видно вам сейчас. В общем, туда конусы. Сейчас попробую прицепить, но... Так, одной рукой. Вот он, конус. Хоп, на блин там сел. Блин, простое и надежное крепление. И захотел просто стоять на ногах. Захотел на конусах. Как тебе нравится, молодцы. В общем, из-за того, что у меня теперь появились эти два девайса, мне придется поменять расположение компонентов в стойке. Теперь Аурендер поедет в другую часть стойки. Тоже в среднюю полку. Оттуда он будет соединен по USB с ЦАПом. ЦАП встанет сюда, на его место. А сверху вот здесь будет стоять сидюк. Потому что у него верхний лоток и верхняя загрузка. И в общем, теперь мне надо все это переместить и перекоммутировать. Кабели мне понадобятся USB, дополнительный сетевик и аналоговые выходы туда, сюда. Я пока зацеплю их по RCA, не по балансу. У меня пока нет балансного кабеля хорошего, а RCA хороший есть. Сетевики есть, USB хороший есть. Сейчас погнали. Это RCA, Nord-Ost Frey 2. USB Nord-Ost. Здоровый как раз. Сюда пойдет. Конец B, а в Аурендер A. У Аурендера как раз классный выход есть, цифровой для него. Что мы зацепим. Что касается HDMI, у меня как раз есть тут прикольный кабель. Называется Little Lab. Небольшая контора, кабели недорогие. Вот этот, их премиальный кабель какой-то дорогой. Я его берег для чего-то такого особенного. Так, ну надо подчеркать. Вообще, этими Little Lab кабелями я давно пользуюсь. Ну, пару лет, наверное, точно. Вот у меня висит от PlayStation, HDMI. И в компьютере у меня от наушникового усилителя к компьютеру на USB-C. USB-B на USB-C тоже их кабель. Потому что таких вообще же не найдешь, чтобы на одном конце был USB-B, а на другом USB-C. И вот у Little Lab есть как раз. Хорошие кабели, классные. А это вот прям, типа, премиальный кабель. Тоже в мешочке. Все гаудюфильские кабели в мешочках всегда. В общем, им мы и подцепим нейтрономы. Соединим вместе. Один конец в ЦАП. Второй конец пойдет в транспорт. Сетевики. Там уже один подключен. Второй. Тоже Nordost-овский. Freight 2. Очень хорошие кабели, но капец жесткие. Ими можно, я не знаю, что делать. Они так плохо гнутся. Все это сейчас... А, мне придется перекоммутировать второй сетевик, потому что он у меня вообще был подключен... У меня там сетевой распределитель Budra Acoustics. И он подключен туда. А мне его надо сейчас переподключить в Power Grip. Потом как-нибудь расскажу, почему я так делаю. Ну, в общем, процедуру эту мне надо сейчас будет провернуть. Так. Фу, мне повезло. Первый сетевик уже был в Power Grip. Потому что к нему в рендер был подключен. Ладно. Ставим. Транспорт. Цепляем к нему iSquaredes. Теперь можно сетевики подключать. Попробуем включить. У меня бюджетные компоненты по меркам компании, но абсолютно топовые по меркам многих других. Транспорт называется LePlayer 4. LePlayer 4, да, наверное. И это полный отвал башки. Например, в нем стоит транспорт от австрийской компании Soos. Это компания, которую основали Гуру из Philips в 2006 году. Она занимается производством ультимативных транспортов и управляющей электроники для них. Возможно, это даже лучшие транспорты на рынке в принципе. Так вот, здесь стоит их топовый транспорт CD PRO 8S, сделанный как преемник и эволюция легендарного привода Philips CD PRO 2. И он еще для этого плеера доработан в метроном. Это не привод, а настоящий монстр. Двойной антивибрационный корпус из прецизионно обработанных стали и карбона, а собирает их вручную в вене. В транспорте стоит два тороидальных трансформатора и четыре независимых питающих линии. На последней выставке метроном мы использовали сразу в нескольких разных системах, и все они звучали, мягко говоря, великолепно. Даже такие системы, которые как бы не на мой вкус были сделаны, например, там с огромными рупорными колонками, все равно они вот очень впечатлили меня, и в конце концов это стало решающим фактором для меня. Что касается ЦАПа, то это LEDAC 2, максимально синергичный партнер для транспорта. У этой штуки внутри чипы ESS 928 PRO и аж 10 линий питания. Все возможные входы, включая SQRDS, приоритетные для соединения с этим транспортом. Он у меня теперь работает и с CD-транспортом, и со стримером Aurender A200, который теперь выполняет роль транспорта, отдавая сигнал по USB на него, а этот уже в аналоге отправляет на усилитель. Метроном, конечно, крайне фетишистские девайсы, прикасаться к ним сплошное удовольствие, и посмотрите, как они кажутся парят над стойкой. Ну что, давайте попробуем их послушать. Для начала я выберу необычный диск. Это промо-диск Benji Hugis. Короче, это такой чувак американский. Романтический трэш исполняет. Ну что, все-таки попробуем. Можно частоту сэмплирования поменять здесь. DSD-128, DSD-64, 384, 352, 192. Нифига себе. Пойёт. Классный чувак, кстати. Очень рекомендую. Местами прям прикольный. Подписывайтесь на наш канал. Нифига себе. Продолжение следует...